В Ростовской-на-Дону-Епархии состоялась Великопостная исповедь духовенства. Свидетелями редкого действия, когда сразу множество священнослужителей не исповедуют, а сами исповедуются, стали наши коллеги, побывавшие в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря. По словам ладыки Меркурия, через покаяние человек воссоединяется с Церковью Христовой. Через него начинается путь обновления жизни, который необходимо совершать в течение Великого Поста. Их подвигов не так много в нашей жизни, и не так много реальных совершений духовных. Может, это и не самое главное. Самое главное в том, что мы имеем сердце сокрушенное пред Господом, уморяем Спасителя о милости к себе, сознаем свое собственное недостоинство, и этим становимся в то положение, обретая то новое состояние, на которое своей милостью человека любви презирает Господь. Трогательной и проникновенной была напутственная речь правящего архиерея. Обращаясь к монашествующим диаконам, пресвитерам, владыка Меркурий призвал духовенство осознать те грехи, которые, возможно, неведомы мирянам. Не становиться циничными, принимать каждого человека в свою собственную жизнь, не забывать страх Божий. Особо бояться отсутствия благоговения, ведь именно оно открывает реальное чувство присутствия Бога в жизни человека. Молитва моя Великолепный день торжества Донской земли. И три таинства, которые совершилось сегодня – покаяние, хиротония в освящении, кисово причастие – это, считаю, половина всех из семи таинств, которые мы сегодня совершили. По сути дела, сегодня приблизило нас очень близко к Пасхе, воскресшему Христу Спасителю. Главное, чтобы это покаяние, которое мы все пронесли, мы донесли до самой Пасхи. Иначе придется опять всех собирать. Не только священнослужителям, но и мирянам запомнится этот торжественный день. У звукорежиссера Олега Щербакова особые эмоции. Мне вот сегодня 50 лет исполнилось, а родился я полперого ночи. И полперого как раз я прокладывал кабеля для микрофонов. И подумал, что это, наверное, самый лучший день рождения. Вот как я встречаю в монастыре, в тишине, ночью. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Проникнуться духом соборной молитвы смогли Марьяна Баштовая и Сергей Данилейко. Телестудия «Дон православный». Телестудия «Дон православный».